Как вам впечатления от моря-леса? Что больше всего запомнилось? Чему тут научились? Фестиваль моря-леса это удивительная концентрация хорошей природы, замечательных, позитивных, отухотворенных людей и такого светлого, конструктивного, плывающего куда-то вдаль, вот по такой вот линии прямой настроя. Это такая вот точка, которая все объединяет. На этом фестивале я первый раз и дай бог не последний раз. Думаю, что если все сложится удачно, обязательно сюда еще раз вернусь. А что касается вещи, которая больше всего мне здесь запомнилась, это замечательная штука под названием ПРОВИЛА. но находится вон там. И этим мастерством владеют два замечательных человека, СОКОЛ и МЕЛОРАТ. Когда меня на этом ПРОВИЛА растянули, первые несколько минут шли достаточно дискомфортно, скажу честно, я испугался. Это был шок. Для тех, кто не видел, как называется ПРОВИЛА, можно рассказать, что вот это вот нечто вроде такого вот средневековой дыбы, на которые человека цепями растягивают в разную сторону, при этом читают какие-то мантры, практика, тут же чаши звенящие. Вот. Ну и я был настроен достаточно скептически. А после того, как я прошел это, на 30-й минуте, причем важно отметить, что время течет нелинейно. Но провели время течет абсолютно скомканно. Там свое время, когда я там висел, я думал, что прошло минут 15, оказалось, что это было почти полтора часа, и я не поверил. Пока мне не предъявили запись с планшета, я посмотрел. Да, действительно, тайминг порядка полутора часов. И вот в какой-то момент боль, дискомфорт, неприятные ощущения от какого-то вот, от неизвестности пугающего. Мы вдруг прервались, я начал кричать, не от боли, а от эмоций. Мы работали вместе с милорадом. Это вот звукотерапия. И крик, он снес рамки, снес барьеры. Вот я погрузился в ноя. Конечно, звучит банально, штампом, но тем не менее. И когда я пришел в себя, это действительно такой вот был мощный, очень, очень такой мощный опыт. Мощный опыт. У меня был позитив, у меня все изменилось. У меня даже мышцы лица, даже вот мимика, вот эта мелкая моторика, она изменилась. Я другим человеком. Там вокруг сидело человек 15, те, кто не решался пройти через правило. Они-то снимали на айфоны, на планшеты. И они мне все сказали, что у меня лицо, у меня глаза были другие. Я вот так вот шел. Вот. И вчера мы повторили опыт, я вчера повисел в час у Сокола. Мы сделали такой эксперимент. Мою фотографию до, мою фотографию до и мою фотографию после. Как знаете, есть такой очень интересный фотопроект одного художника американского. Он фотографировал лики войны. Брал солдат, который воюет в Ираке. Делал снимок до иракской кампании. Потом с абсолютно такого же ракурса лицо в процессе. Именно вот в процессе войны, когда человек только что вернулся в первые минуты после боевой операции. После зачистки. И после. Спустя два месяца. После участия в боевых действиях. И надо сказать, что это очень сильный фотопроект. Там видно, что адреналин, вот эти эмоции, опасность, реальная смерть. Она меняет лицо человека. Жизнь тоже меняет лицо человека. Какой-то мощный конструктивный опыт положительный. Но он очень сильно меняет. И вчера я попросил, чтобы у меня сфотографировали до. И через час после. И вот если два кадра сравнить, там видно вот это воздействие. Так что это здорово. И со всеми этими уникальными вещами людьми я познакомился здесь. На классном фестивале моря-леса. Всем спасибо.